Несколько символов, серечь гадательных или таинственных образов из языческого богословия. Не хочется мне с вами расставаться. Забавно. Для меня сказал тот, кто дружескую путешествие и беседу назвал воском. Жизнь наша есть путешествие. Григорий. Прошу из сада в мою горницу. Правда, что дружеская беседа есть вазок, путник и облегчающий. А тем он лучше, когда катится на колесах пророческих. О колеса, о сладчайшая вечность! Счастлив, кто взор свой приучил к светозарному твоему блистанию. Сей почаще взглядывает и вкушает от тебя. Вот точная манна, а зерно ее мелкое, как кориандр, разными любителям своим приятностями вкус услаждает. Как дрожайший алмаз, мечет в очи молнию разного цвета. Кто хочет облегчить несытость, судя без нее, тот хочет горстью песка забросать в бездну океана, а каплю прохладить огненное царство, обещая душе свою пространную роскошь, заключив ее, как орла, в тесну пещеру, и не разумея, что бездна дух есть в человеке, вот всех шире и небес. Не насытишь тем вовеки, чем пленяет мир сей весь. Но, чувствуя жало ее, наставляющие нас в выборе, в пище, дружбе и звании, помаленьку узнавать ее, будто из букваря обучаемся. Афанасий, ба! Откуда у тебя столько новых картин? Смотри, вся горница ими одета. Яков, не удивляйся. Разумным людям мудрая картина есть план, представляющий обширность целой книги. Картина есть книга немая, но, как вижу, здесь они не немы, все говорящие. Афанасий, фи! Они все, как вижу, языческая грязь. Григорий, пересмотрите, для всего я вас позвал, но не ругайте, они мне все любезны. Ермолай, Если бы в твою горницу пришел младоумный христианин, почел бы тебя идолочтецом. Григорий, Чистое небо не боится молнии и грома. Афанасий, Что за вздор? Вокруг звери, птицы, леса, горы, скоты, воды, рыбы, гады, прочее, прочее, будтора языческий. Григорий, Я с Петром святым все сия режу и в сладость с Богом вкушаю, с ним ничто не есть скверно. Афанасий, Пожалуйста, не все глотай, пожалей хоть гор с деревьями. Посмотри на первое, что над дверью. Что за птички сидят на цветущих ветвях? Григорий, Это соловей со своими детьми, учат их петь. Яков, А прочитайте, что говорит картинка? Ах, Григорий, Родители суют наши лучшие учителя. Судите, не прекрасна ли песнь? И не должны ли почитать предков наших законы? Известно, чего учит нас мать наша Библия. Ермолай, Взгляните сюда, О, бедненький олень! Свонзенный в тело стрелою страдает возле холма. Полстрелы в язве, пропал он. Кто пособит? Яков, Не бойся, разве не видишь, что траву кушает, она ему выгонит вон стрелу. Сия трава у древних эллинов. Звалось, так-то? Ермолай, И как стрелец ничего над ним не успел? Хотел бы я знать, кто его учит цельбы сей? Яков, Разве не видишь, что сей тебе говорит олень? Природа превосходит науку, вот кто его учит, самый лучший учитель. Афанасий, А протолкуйте мне, что си за пирог, что ли? Лонгин, Где тебе пирог? Конечно, сегодня мало ты ел. Все раковина, или черепашка, или устрица. Откушай ее, она говорит, самое премудрейшее. Ищи себя внутри себя, все ее добро внутри черепа сохраняется. Афанасий, О, право, вкусная черепашка. Ба, да ты, брат, и слона кушаешь? Хлеб да соль. Григорий, Нет его вкуснее и здоровее. И вас милости просим. Он меня укрепляет искать счастья в Боге. А дабы я Бога искал внутри себя самого, к сему отправляет меня устрица моя. Афанасий, На что же он в горы поднимает хобот? Лонгин, Ожидает поздравить восходящее солнце. Вон, смотри, лучи из-за гор выникают. А писатели зверей пишут, что слоны каждый день громадуя, собираясь перед восходом солнца и смотрят на восток. Не живо ли сей образ человека благочестивого? А для чего не подобить его слону, если пророк Малахия подобляет быку? Воссияет вам, боящимся имени его, солнце правды и исцеления в крыльях его и взойдет и взыграет и коктейлицы одуз разрешенные. Григорий, Прочитайте ж слоновое поздравление солнцу. Лонгин, Утром предстану тебе и узришь меня, не прибудут беззаконные пред глазами твоими. Афанасий, Я люблю горы, дубравы, источники, сады. Ермолай, Кто си таков? Какой-то молочек, конечно, пить хочет, наклонился в источник Яков. несчастный нарцисс. Ой, бедненький, конечно, он не раскусился и притчи. Не красна хата углами, а живопись красками. В чистом источнике засмотрелся на благообразную свою кожу, а не вникает внутрь, в самое сердце свое и в тайное руководство блаженной натуры, могущей его наставить на путь мира, тем губит себя, что любит себя. Лонгин. Нарцисс, изрядная статуя и живая фигура чтущих Библию, но одну в ней тлень свою видящих, а не проницающих в сокровенное под тленью, не слышащих Моисея. Слышь, Израиль, внимай себе, внемли себе, Господь Бог твой посреди тебя. Григорий. Не узнав себя, как узнаешь Библию? Когда дома слеп, тот и в гостях слеп. О, нарцисс, премудрая твоя песенка, но не разумеешь ее. Я ж твою песню воспою тебе же, узнай себя, загляни внутрь. Афанасий. Воля ваша, не могу узнать всего хвостатого зверя. Бежит и оглядывается, схож на волка. Яков. Бобер, отгрыз сам себе ядра, бросив, убегает. Вон, смотри, охотники гонят его. Афанасий. На что ж он, дурак, портит сам себя? Яков. Охотникам нужны одни его ядра для аптекарей. Ничего не щадит, только бы успокоить себя. Вот песня его, только бы не потерять сердце. Афанасий. Не очень глупа замена. Весь мир не заплатит спокойствия сердечного. Веселье сердца жизнь человеку. Ермолай. Взгляните нити на горящую свечу. Что она значит? Лонгин. А вот видишь, летает около свечи ночная бабочка. Ермолай. Разве она любит свечу? Лонгин. Возможно ли, чтоб ночной твари нравился свет? Ермолай. Какой же бес несет его к несродному? Разве надеется о товарищей награждение, если угасить свет очих ослепляющий? Лонгин. Может быть и то, но прежде сама обожжется. Вот прочти внизу и награждение. Охота моя губит меня. Афанасий. Смотри, собаки на горе рвут оленя, но сей лень в человеческом одеянии, что за вздор? Яков. Бедный Актион превращается в оленя. Вот при источнике моется со служанками Диана. Она его переделала в зверя, чтобы охотника свои собаки загрызли. Зачем ему идти из селения? Не кстати ему видеть чистую деву. Дал бы Бог, чтоб с ее басни раскусили монахи. Не всяк рожден к уединению и умозрению. Праздность, грусть, тоска, ах, многих погубила. Олень есть та же скотина, только что в лесу живет. Библия есть то же, что сфинкс. Она портит и мучит все непознавшего самого себя и слепца в собственном доме своем. Древний дурак Иксион ухватился за пустое облако, осеняющее сестру Диеву вместо ее. А на Актиона вместо сладчайшей Дианной любви попала месть и клятва потопного языка. Вот что делают. Враги человеку домашние его. Лонгин Здесь тщеславный Фаэтон с шумом и с колесницей с небес низвергается. Достоин Достоин Сел не на своем месте Призрев Совет Отеческий Высокомерие мужа смиряет Притчи Высокомерие значит противиться отцу Сей подобен Иаковому сыну Симеону отцовская ложа осквернившему и от отца проклятому Да Внимает сие нахально заседающее в звание Пускай разжуют и те кто тащится со своей грязью на колесницу Божию рожденный возить одну только вечность киота Господнего Ермолай О прекрасный холм приосененный Что за птички сидят на сухих ветвях Лонгин Песня сей птицы дает знать что пустына любовная горлица со своими детьми вздыхает о своем супруге Песнь ее из Исаии Воспою возлюбленному песнь Вот под деревом лежит ее любезный мертв А от него богатый ключ качают струи Вот под гору на луга Сей есть портрет Библии Сия колесница одного носит А сия вдова одного только любит и вздыхает Бог любви есть Григорий Скажи мне Афанасий Чего ты все смеешься Я давно приметил что тебе смешно Афанасий Смеюсь над твоими купидонами Ты их множество собрал помешав дело с безделием а христианство с язычеством Григорий Не опасайся друг мой Все чистое чистым Баснословные древних мудрецов книги есть то самое предревние богословия Они также невещественное естество Божие изображали тленными фигурами дабы невидимое было видимым представляемое фигурами тварей Скажи каким образом изобразишь мнение тленного духа существо если не младенцем крылатым крылья его значит непрерывное всю вселенную движущее движение а младенчество намечает в нем то ты же тот же может быть отсюда родилось и имя сие бог что движение вселенную движущего так как реки текущие есть бег непрерывный если сие изображение хулишь скажи мне много ли ты разумеешь лотова с дочерьми пьянства иероним называет сие баснею и конечно она тайнообразная если богословская всей библии предметом сам только один бог тут ей конец до последней черты без него она и лживая дурна и вредна а с ним вкуснее и прекраснее всех невест он свет ее грязи как честь алмазу блеск ты же слыхал что и малахи поминает какие-то божественные крылья исцеление в крыльях его как орел покрыл гнездо свое и невеста о братне любви говорит крылья ее крылья огня купидон значит желание мудрецы их означали сим то что самое любезнейшее в мире и благородное не знаю друг с невестой того гортань его сладость и весь желание бог любви есть были тогда и ныне и всегда мудрствующие низко если называешь купидона бесом не спорю дай же мне всем рыкающим львес искать сладость сото а в исполине корысти разве ты никогда не слыхал что такое просвещающемуся иерусалиму вопиет исаия и соса в молоко язычников и поймут их язычники и ведут на место их и наследят и умножат на земле божией видишь что израиля и язычники ведут на место его если всего не знаешь то конечно слыхал то если что смертное выпьют не повредит им всякая ж фигура есть смерть и яд языческий если не исходит из нее дух того благовонии мира твоего потечем гортань его сладость просвещенная духом господнем сердце взором маленькой травки и крошечного червячка возводится к чувству вечного будто уксусное гнездо все влитое к себе в уксус превращая не только языческими баснями которые тебе читать я не советую я не виноват что ты беззубый и за сей много жратья мало жевать дурно но не едящий едящего да не осуждает ермолай взгляните пожалуйста на великолепную гавань издали видную и за нею на высокой горе богатый город смотрящий на широту морскую без сомнения кто это гавани плывут три корабля сей с поднятыми флагами управляемые купидонами лонгин смотри же сколь приличная сия картина говорит господь право и сотворит течения твои притчи ермолай вот два прекрасных мальчика конечно они купидоны одного другого на плечах несет должен носимый носящего благодарить лонгин но еще больше должен носящий носимому другу ермолай почему лонгин для того что носящий слеп а носимый видящий один человек из двоих составлен подпись из павла прилепляющийся господу единый дух есть господом ермолай помогите всему трудолюбцу упадет под бременем купидон целую на плечах таскает систему мира лонгин не бойся яков не опасайся он в одной руке и все коперниковые миры в забаву носят лучше атласа а кто он все тот что спрашивает иова где был ты когда основал землю но кто скажет что значит круг мира со всех сторон произведен стрелами григорий что есть стрела если не стремление что же есть стремление если не божие побуждение высю тварь к своему месту и своим путем движущие сие это значит поставлять мир и сей машине движение давать древнейший любомудрцев изречения любовь составляет мир поминает о семе цицерон о книжечке о дружбе тот же вкус и в тех речах о мне венцы тамор все побеждает любовь а сей это приблаженный и всем владеющий любви и симпатии невеста в песне моей крепка как смерть любовь жестока как одревность крылья ее крылья огня угли огненные пламя ее теперь на перстника слово само изъяснилось бог любовь есть я также рассуждал об ангелах природы называемых у древних гениус которым они приносили приношения дабы сии ангелы были вождями в делах жития их ермолай сей мальчик без крыльев увенчан цветовым венцом держащий рок изобилия чуть ли не ангел природы григорий так но не бешенством ли пахнет приносить хранителю своему ладан вино цветы а не последовать ему туда куда ведет боже си наставник самая их минерва когда тоже есть что натурва тогда видно для чего поставили ее начальницей всех наук и художеств знать то что все науки и все книги родились от тех которые зато принимались самые начальницы руководствуемые между тем разбирая древних любомудрцев тайно образующие божию премудрость картины не видите на главнейшем месте будто всеми ими владеющий образ Христов вверху написано образ ипостаси его внизу Иисус Христос вчера и днесь в кругу окружающем главу его сие альфа и омега то есть сущий на взаимном месте образ причистой матери его венец ее из звезд под ногами луна система мира и змей держащая в устах яблоко но в руках ее цветок лилии а в сердце сияние святого духа задумчивый целомудрен взор вверху написано сотворим невеличие сильный внизу радуйся честного таинства дверь радуйся премудрых превосходящая разум радуйся верных озаряющая смысл басня изопова преображена в новый вид малороссийскими фарбами для учеников поэтики 1760 года в Харькове причина сей басни та что многие из учеников немало к всему не рождены обучались козля от стада осталось до беса все же товарищ бежит волк из леса кинулась было сначала в утеке потом став так сказала драпеке я знаю что мне нельзя минуть смерти от твоих зубов но будь милосердый сделай молю тебе эту милость единую на флейтузе мне заграй на кончину чтобы моя мне жизнь увенчалась мила сам мудрый знаешь что в конце вся сила не знал я сего во мне квалитета волк себе мыслит потом миновета начал надувать и плясать козлятка волка хвалами подмазывая гладко вдруг юрта собак как вихрь в кругах стала музыканта из рук их флейта упала просто до волка сей то щепнет укусит и сам капельмейстер плясать уже мусит вдруг черногривка хватит за поясницу а жук с белком за горловую цевницу кудлай да гривко упялися в бедра вопль раздается в долинах от ведра еще ж наспел хвост сюда ж рыло пхает не дотолпятся а он вздыхает на что сам себе стал ты капельмейстром проклятый сроду родившись кохмейстром не лучше ли козы справлять до рассолу неж заводить музыкантскую школу ааа достойно а собаки рыло потопивши рвут и так смерть постигла присказка не ревнуй в том что не дано от бога без бога знаешь ли ниже до порога если не рожден не суйся в науку ах премного сих вечно пали в муку немногих мать породила к школе хочет хочешь ли быть счастлив будь сыт в своей доле конец сия музыканте в волке сказка успела до того что пастры добрый и осав мицкевич больше сорока отроков и юношей освободил от училищного иго в путь природы их ревнует человеколюбию нечиславие сему и я ревнуя написал книжицу алфавит мира григорий сковорода григорий григорий григорий